Находимся в городе Сан-Исидро. Это у нас начало центральной улицы. Возьми сыры написано. Вот это вывезли? Старый. А, наверху? В 1840 году. Да-да, что-то они там... Почти 200 лет что-то они типа продают. Может, козий сыр? Так, пройдемся, пройдемся по главной улице. Вот, посмотрим, чем дышит этот городочек у нас. В той стороне, в задней стороне, откуда мы сейчас идем, там уже как бы горы, сам остров, леса, поля. А впереди у нас, о-о-о, так, вы видите, там океаны. Вот сейчас в сторону этого океана мы и прогуляемся. Это похоже на цирк вот этот какой-то маленький. Да? Скорее всего, цирк есть. В порядке. Нет? Может, какой-то маркет? Может, маркет, да. Может, еще что-нибудь. Очень. Ну да, маркет. Нет, никаких вывесок. Угу. Рынок упал. Да. Терреро де Луча. Что такое? Что это? Не знаешь? Терреро де Луча. Терреро де Луча. Очень милый дом. Угу. Как бы старых домов, в принципе, вообще нет. Потому что сам город не старый. Нет такого, как, допустим, в европейских там столицах такого понятия, как старый город. Коходишки тоже. Тут все новое. Ну, относительно новое. Угу. 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 Олень. 29 м. Эго генерал. Елга. Елга. Елга генерал какой-то там у нас. 29 м. Угу. Такие вот граффити люди делают. Какой-то смысл они несут в них Правда не всем понятно, что они несут Но в некоторых городах и странах Слишком переборщевка бывает С этими граффити И как-то не очень это все красиво выглядит Есть места, где Некоторые стены Допустим в Польше, Варшаве Потом в Греции, в Салониках Некоторые стены, вот на всю стену Сделаны красивые рисунки И выглядят красиво Альбуферия тоже, кажется Где-то мост был золотой Помнишь? Мост был в Лиссабоне А, в Лиссабоне, да, в Лиссабоне это было тоже Вот как в Сан-Франциско Типа подобие копия Сан-Францискоского моста В Лиссабоне есть Выглядит Почти точно так же Ну, в общем-то, так оно выглядит Единственное, на 10 метров, кажется, это было Ниже он был, чем оригинальный Чем точнее, который в Сан-Франциско Там у нас аэропорт с той стороны Ветерочек дует Супермеркадо Видишь, этот закрыт Супермеркадо Где-то минимум, верно У него всемирная сиеста Да Ну, чем магазинчик меньше Тем больше у него сиест Тем больше сиест И тем дороже он стоит Подается в нем Это что, только не ешь И не пробуй Мне кажется, не вкусно Похоже на оливкиного Не, похоже на Очень ядовитого цвета Видишь, такой Какой-то странный цвет Да Цвет интересный Из него можно какую-нибудь композицию делать Такую картину Такую лепить Он похож на бусины Цвет красивый Да Какой-то такой Зеленовато-голубоватый Как будто мраморный Ага А внутри И скорее всего Несъедобный В ту сторону У нас Друзья лежит Наша деревня В которой Сейчас В общем-то Проживаем Называется Атого Это город у нас Какой Морепродукты Морепродукты А, в этом магазине мы тогда закупались Да Алтеза Называется магазин Супермертадо Вот цены Средние Немножко Немножко Я бы сказал Что Как бы там дороже было Чем в других Нет? Немного Немного Выбора в каких-то вещах меньше Да, и выбора Шоколада было мало То есть такой Ну, в принципе Можно нормально закупиться Мясо вообще Мясо Ну, там были разделы Да Суперя какие Большого Большого выбора Нет там Все равно Нормальный Просто люди Очень интересуются Пишут Спрашивают Какие цены на продукты На еду На такие вещи Вот поэтому Друзья Я уже записал видео В этом Супермаркете Тому кто это было И кому это было интересно Выложил Выкладываю Вот То есть цены Средний То что я выставляю Я в принципе Про это и говорю Но на всякий случай Еще раз добавляю Что такие же цены Там плюс-минус Мелочь Вот Ну, естественно Буду все равно Еще снимать Возможности То что Снимается Буду снимать Поэтому все Что вам интересно Пишите Любые вопросы Задавайте Главное делайте Это на моем сайте Anzor.tv А не в других местах Потому что у меня нет возможности Читать комментарии Допустим На том же Ютубе И еще в каких-то местах Это очень Все сложно Ну, как сложно Это занимает Много времени И постоянно Сидеть Смотреть Это сложно А на своем сайте Я обязательно Стараюсь Комментарии Просматривать Поэтому пишите Именно На Anzor.tv Если вас Что-то интересует Конечно Так Что у нас здесь Тут Какие-то Магазинчики Аптека Ребахосы Ребахосы Здесь везде Ребахосы Ребахосы Это скидки По всей Испании Идут Ребахосы Притом Они, я так понимаю Идут Круглогодично Эти Ребахосы Вот Вот так Так Называется Зона Коммерсиализма Или здесь Строится Вот это будет Какой-то Центр Да-да-да Здесь Центр будет Или вот это А вот Это зона Коммерсиальная А вот Так называется Городочек Сам Сидро Вон Сидят Наши Чувачки Которые Постоянно Тут сидят Это местные 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 Братва Аборигены Этого Дора Городка Так А мы пойдем Сейчас Прямо Если мы пойдем Направо То там Мы идем В сторону Этой деревни Нашей Атога Называется Деревня Как я уже говорил Если пойдем Прямо Продолжаем Прогуливаться В сторону Океана Вся семейка Большиня В три ряда Видела Эту машину Которую Поехала Первый ряд Сидел Потом второй Еще третий Взрослаки Потом Среднички Потом дети Вся Вся Себе Вот это Красиво График Где А вон тот Ну да Вот такие рисунки Знаете Прикольные Когда в городах А вот Когда на заборах Непонятно Что там Краски Какие-то Размазаны Я уже Профессионал Да Это профессионал Я уже не говорю о том Когда надписи Какие-то Не очень Скажем так Хорошие Что это Не очень приятно Выглядит И в каких-то странах Это убирают То есть Бюджет Специальные деньги На это выделяются Но это уже В странах Которые экономически Хорошо развиты В Швеции В Норвегии В Норвегии Я не был Но я так думаю Что там это 100% Делается По крайней мере Мне говорили В Швеции Это точно Делается Я знаю А в таких В кризисных Если так говорить Странах То у них просто Бюджет на это Не выделяется И поэтому часто Допустим В Греции В центре Греции Выглядит ужасно В Испании Тоже Во многих Городах В том же Мадриде В центре Мадрида То есть Сама Центральная улица Все прекрасно Все шикарно Все красиво Но чуть-чуть Ты заворачиваешь В сторону Все Как будто Ты в какой-то Вообще В другой мир Сразу попадаешь И вещи происходят Мы же идем дальше Сейчас покажу Вам цены На бензин В этом Городе Газоэл Газоэл Это у нас газ Скорее всего Должен быть Думаю 10 1 евро Газоэл Тоже еще Потом 95 Бензин И 98 Бензин И вот цены Здесь Ну да Мне тоже кажется Здесь дешевле Но это недорого Сейчас везде По евро 8 стоит Мне тоже кажется Что это недорого Особенно 98 Это евро 2 98 Да Я просто не помню Эти цены Уже со временем Начинаешь путаться Это все Что Как К чему Также с этими ценами На продукты Иногда смотришь Вспоминаешь Ты понимаешь Что ты где-то Чашку кофе Там пил За 2 евро За 3 евро И говорил Что это как бы дешево А потом А вот вот смотришь В другом месте Ты думаешь Блин Как можно за чашку кофе 3 евро давать То есть Все это По правде говоря Относительно И зависит От состояния От ситуации От многих вещей На момент Происходящей ситуации Если так Сказать Вот Ребахос Опять-таки Ребахос Ребахос Скидки Смотри Они уже Везде Оба камня Ага А его Под него Ребахос Типа Такой Оп Подганим Сону Ага Как это Испанец Видно Заманушка Такая Да Базар Базар Аваринная ситуация Сигналит Сигналит В Греции Тоже любят Посигналить В Италии Вроде тоже Я так понимаю Сейчас Вспоминаю Да Посигналить Любят В некоторых странах Вообще Ну как Не вообще Но Очень редко Когда сигналят И мне так кажется Что в арабских странах Очень сильно сигналят Так это или нет Вообще Чем уровень Страны Выше Тем Все Как-то Спокойно Как бы так сказать По-солидольски Без вот этих Нервов Без всего То есть люди Спокойно живут А чем уровень Ниже Тем больше Суеты Тем больше Вот этих Непонятных Движений Постоянно Какая-то Вот такая вот Нервотрепка Происходит Это Мое личное Наблюдение Не утверждаю Что это так Но мне так кажется Друзья Маленькие Зарисовки На цены Как видите 12 евро Разные эти Сандали Шлепанцы 10 евро 16 12 евро Сумки За 6 евро И вот таких Вот товаров Здесь Огромное Огромное Количество В этой Испании И Я уже Это не раз Говорил Что Это Именно В Испании То есть Других Странов По крайней мере Я такого Не замечал Может Они Понятное Дело Что Они Конечно Где-то Есть Но Именно В таком Количестве Я Этого Не замечал Впервые Наблюдаю За Такими Вещами За 6 евро Пожалуйста Для детей Разные Какие вещи Серия 2 евро Что-то Там Стоит Некоторые Магазины Открыты Некоторые Закрыты Очень Любят В лотерею Играть Испанцы Безумно Я так Думаю Что Они Самые Азартные В плане Лотереи Потому Что Во-первых У них Во всех Городах Лотереи Продается Такие Будки Стоят В любом Месте На Этих На Остановках На Каких-то Других Местах Света Не Не Света Я думаю Света На Канарах Тоже На Канарах Здесь Красивое Место У нас Автобусы Ходят Цены На Билеты В автобусах Здесь По-разному От Расстояния Зависим Евро 2 Евро 5 Евро Смотря Куда Едешь Если По Городу В основном Это Около Полтора Евро 30 Что-то Такое От Уже Доходим до океана В принципе она небольшая улица Ну, не до океана, а до края города, если так говорить. Пальмы посадили они, видишь, маленькие. Они, когда вырастут, я так думаю, им придется расширять этот участочек. Это будет, конечно, не скоро, но все равно. А вот здесь билеты разные продаются. На разные, видишь, армаз тоже наш есть. Скрипичный ключ? Не знаю, может, типа, путешествуйте под музыку. А, вияжи с клавиаде у них называется путешествия или поездки. Ключ скрипичный название такое скрипичное. А, так и называется, да? Что себе? Клавия, да я так не знаю. Клавия-то ключ. Ну, если что, будем знать, что это тут. Смотря, откуда будем дальше. Прага. Смотря, куда будем дальше ехать отсюда. На Армаз. А, пойдем. Армаз. Вот, скидки, скидки, скидки. О, еще весенний остров это, друзья. Этот остров, на котором мы находимся, это не рифа. Он называется остров вечной весны. В общем-то, я так думаю, что так тут и есть. Экологический? Да? Био-капитерия, да, это экологический. Экологический, да, да, нормально. Мадре-цьер называется, мать-земля. Нормально. Интересно, что он здесь есть. Обычно они редко бывают. В Берлине такой магазин был. Потом в Арне, я помню, был такой магазин. Ну, видишь, он, наверное, по-другому транспорту. Нет, экологический магазин. Да. Я должен открыть. Да, да. Открыл никто не ходит. Ну, цены дороже, конечно, выше. Потому что те же помидоры. Хотя, если так реально разобраться, эти помидоры или огурцы, которые настоящие, они стоят того, чтобы их дороже брать. Потому что постоянно уже человек привыкает. Допустим, идет в магазин, покупает обычные помидоры. Естественно, те, которые подешевле. Хочешь, не хочешь, ты берешь. Ну, в основном все берут. А это какие-то, то есть, иногда они вообще как деревянные, эти помидоры, кажется. Никакого вкуса у них нет. Вот. А он тоже, как бы, хватит. Ага. Поэтому лучше, конечно, экологически эти брать. Потому что там реально, на самом деле, очень вкусные помидоры, да. Ну, или не только помидоры, но и другие. Ну, да, дешевле дороже. Но зато это те фрукты, те овощи, которые раньше, скажем так, в старые добрые времена, которые были обычными. То есть зима, когда наступала зима, помидоров не было. Почему? Потому что зимой помидоров не бывает, ну, в СССР. И после, в России уже, после советской, скажем так. Когда это все, не началось из-за завоза этих деревянных помидоров. То есть их не было. Была зима, помидоры не ели. Лето наступало, все ели помидоры, салаты, старались, как сказать, обитаминизировать. Побольше витаминов поесть, пока не есть. Вот. А сейчас в любое время, зимой и летом, ты заходишь в магазин, всегда есть помидоры, всегда есть огурцы, всегда есть любые фрукты и овощи. Только в том-то и прикол, что это все другие фрукты и другие овощи. Они ничего в себе не содержат. Вот. А вот такие настоящие, как сейчас вот этот биомагазин был, они, естественно, и помидоры там портятся. Они, ты видишь, вот я просто часто в такие магазины захаживаю. Вот. И помидоры, которые лежат, они не будут лежать неделю, две недели, три недели на этих витринах. Они реально раз и в день-два они уже портятся. То есть как и должны настоящие хорошие помидоры или другие овощи, фрукты портятся. Какие вот дела. К сожалению, только что цены у них. Поэтому не все могут это позволить себе. Вообще, я так думаю, со временем в России уже будет как в Америке. Там же тоже. Я, правда, в Америке еще не был, но примерно, как мне рассказывали, что есть люди, которые... Почему люди есть худые и толстые? Толстые, конечно, валом, потому что они едят обычные продукты, которые покупают в тех же магазинах, обычных магазинах. А худые они посещают... Худые тот, кто может посетить, опять-таки, богатые. То есть богатые люди, они могут быть худыми из-за того, что ходят в дорогие магазины, где все натуральное, все хорошее. И, естественно, на это нужна нормальная копейка, чтобы этим питаться. Но зато они поддерживают свое здоровье, они худые. То есть вот так вот. То есть получается, если ты беден, то ты толстен и ужасен. Если ты богат, то ты здоров, красив и хорош. И худ, и худ, да. Друзья, что... Так вот прошлись мы по главной улице этого города. Сан-Исидор. Вот. Вот такая маленькая прогулочка была. Пока буду выключаться. Смотрите «Отзор ТВ». Двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.